Пять дронов Камикадзе достигли, к сожалению, своей цели. Они атаковали мирное население Киева. Отмечу, что сегодня в Киев летело около 30 иранских дронов. Большая часть, к счастью, были сбиты, однако пять достигли своей цели. Сейчас вы видите, как проводятся спасательные работы. Дроны попали в многоэтажку. Первый взрыв был в районе здания критической инфраструктуры, после чего сюда приехали спасатели. Были повторные взрывы, и как раз уже дроны попали в жилую многоэтажку. По предварительной информации, 19 человек было спасено. Несколько человек сейчас находятся в больнице. К сожалению, одна женщина погибла. Спасательные работы продолжаются. Также есть пострадавшие, по предварительной информации, среди спасателей, так как они проводили работы как раз в момент прилета. Говорят, что из-за прилета был очень сильный пожар, поэтому спасателям было довольно-таки сложно доставать людей из-под завала, потому что для начала нужно было локализировать пожары, а из-за тревоги это было очень сложно, потому что большую часть времени пожарные, полиция, спасатели вынуждены были прятаться в убежищах для того, чтобы спасти свои жизни в том числе. Отмечу, что сегодня крайне важно, отметил мэр Киева и министр Монастырский, о том, что очень важно, чтобы Украине помогали силами ПВО, потому что Россия в последнее время все больше и больше атакует дронами Украину, терроризируя мирное население, потому что силы ПВО уже успешно справляются с ракетами, поэтому Россия закупает дроны у Ирана. Иран же, в свою очередь, отрицает, что поставляет дроны России. Однако мы видим реально, что дроны, шахиды попадают, к сожалению, в мирные жилые дома, гибнут люди, это настоящий акт теракта, как сегодня нам заявили на пресс-брифинге. Работы продолжаются, мы и дальше следим за ситуацией, будем информировать о том, какая же все-таки ситуация в центре Киева, в Шевченковском районе, недалеко от ЖД вокзала, сколько людей уже спасли, и будем надеяться, что больше жертв среди мирного населения не будет.